ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наидобрейшее время суток, друзья, с вами Док Браун, и мы продолжаем проходить игру исчезновения Итана Картера. В прошлый раз здешний мир поведал нам жуткую историю о том, что здесь происходило, о том, как Итана, его родные хотели буквально похоронить жильем в склепе, все время упоминали каких-то спящих, понятия я не имею, кто это такие вообще, что им нужно от парня, я до сих пор не понимаю. Ну и плюс мы еще прочитали какой-то рассказ о какой-то ведьме, парне, который в итоге исчез. Сейчас я вообще на данный момент в таком, я бы сказал, недоумении. Блин, просто потрясающий вид. Я, кстати, думаю, ребята, знаете, что я буду делать? Если я там буду где-то просто без толку ходить, я буду эти моменты вырезать. Ну, смысл вам смотреть, как я тут просто брожу туда-сюда. Но сейчас я буду вот что делать. Я буду искать, Итан упоминал о шахте, о каком-то проходе куда-то, поэтому я думаю, сейчас наша будет цель найти то место, куда собирался пойти Итан. И если помните, там отец сказал, что у него нету ключа, Итан сказал, что есть какой-то проход рядом, и он пойдет туда, в общем. Как-то так, ребят, даже не знаю. Так, вот мы вышли на дорогу, потому что просто можно заблудиться, я не знаю. И мы пойдем по дороге, будем исследовать, что здесь и где здесь находится. Судя по всему, это я сейчас выхожу вот туда к церкви, да, там сверху церковь. Игра до сих пор поражает меня своей красотой, своими пейзажами, она просто восхитительна. Безумно мне нравится все, очень, очень нравится. Не могу понять, что за рывки, в игре 60 фпс, но какие-то рывки есть. Не могу понять, откуда они пытались настроить заглаживание и прочее, но возможно какие-то проблемы в оптимизации игры, не знаю, ребята. Так, мы пойдем сюда, мы пойдем наверх, мы будем исследовать, что здесь. Ужасное кладбище, церковь, боже, оно все настолько стрёмно выглядит, особенно когда я в церковь зашел, там темно, ничего не видно, боже, было страшно. Так, здесь что-то, что-то здесь было, не знаю. То ли горело, может быть, то ли лесоповал какой-то. Давайте сходим, посмотрим. Я совершенно не знаю, чего ожидать от игры, то есть просто то, что здесь происходило, оно совершенно не подготавливает нас к тому, что здесь может произойти. То есть, ну вот, что мы видели? Мы были в космосе, да. Так, сюда, похоже, нельзя дальше пройти, вроде бы здесь ничего нету. Мы гонялись за чуваком в этом, в скафандре. Хотя к этому никаких, скажем так, предшествовало, ничего не предшествовало этому. Мы просто взяли, обнаружили и погнали за ним. То есть, казалось бы, казалось бы, в чем дело, что, кто, а вот так вот. И, судя по всему, тут какой-то ужасный ритуал, что-то они какие-то спящие, какое-то то ли древнее зло, то ли я затрудняюсь сказать, ребята. Мы будем исследовать этот мир, мы найдем все ответы на вопросы. Что должны поведать мертвые? Вы будете удивлены тем, что не успел. Мертвецы не смогут объяснить, что знают. Блин, ну как быстро. И к чему это ты о мертвецах заговорил? Как-то это не особо вдохновляет на подвиги, речь о мертвецах так вдруг, внезапно. Он только быстро начал читать, я даже не успел все просчитать. Весь его монолог, скажем так. Так, мы опять спускаемся куда-то. Я надеюсь, мы куда-то придем. Просто где-то здесь должна быть какая-то шахта, какой-то проход. Рядом с домом, если вы помните, там тоже была дорога. Я думаю, что все дороги тут должны вести в одно место. Но кто его знает? Так, здесь ничего. Здесь ничего. Я не устану говорить о том, что игра очень неочевидна. То есть, как бы, особых таких подсказок. Вот, ты тут, а тебе надо туда. Иди туда. Здесь такого нету. Просто здесь такого вообще нету. Так. Воу! Я там что-то вижу. Забраться. А давайте мы заб... Так. Окей. Но я хочу посмотреть все-таки, что еще здесь. Забраться. Мы нашли, походу, то, куда нам надо. Здание. Оу! Здравствуйте. А вот, собственно, проход, о котором говорил Итан от Су. Тот же ему, по-моему, сказал, что ключа нету. Так. 5-5-0. А ну-ка, что там? Эх. Не разобрать, что там написано. Ладно. Ну, вот, похоже, сюда все дороги ведут. Я более чем уверен, что все дороги ведут сюда. Хотя, ну, давайте хотя бы так мельком глянем. Боже, я... Я хочу вот Oculus Rift под эту игру. Я мечтаю Oculus Rift под эту игру. Скорей бы они уже выпустили Oculus Rift. Серьезно. Вы представьте. Исчезновение Итана Картера под Oculus Rift. Это... Воу, там дорога есть. Это просто что-то нечто невероятное. Нет, там не дорога, ребята. Там... Там просто пляж. И туда нельзя спуститься. Что ж, ладно. Нам не сюда. Нам явно туда. В тот проход. Поэтому мы пойдем туда. Мы пойдем сюда. Погнали, ладно. Боже, что это за шахта? Куда она ведет? Я, кстати, надеюсь, что она выведет нас туда вниз с плотиной. Потому что лифт-то не работает. Я надеюсь, что мы сейчас туда попадем. Так, ну, давай. Забраться так забраться. Боже, стрёмно. Капец, смотри. А, нет, там нормальный проход достаточно. Наш детектив явно не очень упитанный мужчина. Если он сюда залез в эту дырку. Боже, ничего ж не видно. Так, все, теперь я опять управляю. А выбраться я могу? А, нет, нифига, все. Выйти я отсюда не могу, ладно. Капец. Мне не по себе, ребята. Где фонарик? Ну, ты же детектив. Ты должен хотя бы курить сигареты. Где зажигалка? Оу. Кстати, знаете, меня тут одна мысль посетила. Фактически, все трупы, которые мы видели, они все свежие. А это говорит нам о том, что остальная родня Итана, по крайней мере, кто остался, мать и отец остались, и дедушка остались еще точно же они живы. Ну, если мы дальше не найдем их трупов, конечно, но они должны быть вроде как живы. Как вывод? Мне пипец стремно, я нихрена не вижу. Извиняйтесь. Ой, господи, что я несу? Я говорю, я имел в виду, что извиняюсь за то, что ругаюсь, но... Япона, мать! Так. Потом в комментариях будет... Так, ты пропустил там в углу рядом с фонариком записка! Как ты ее не увидел? Ребята, иду реально, ничего не вижу. Ну, как бы я вижу, но не вижу записок в этом плане. Полезного ничего не вижу. Капец. Что это за шахта? Оу! Да ну ладно! Так, ладно, давайте мы здесь сначала дойдем. А это что такое? Туда лучше не заходить. Можно с улицы. Блин, стремное место. Знаете, что мне немножко напоминает игра? Вот была игра с Кейер. С Кейер 2, С Кейер 1. Как бы игруха построена на CryEngine. Вот там вот такая атмосфера была, как в этой пещере. Вот честно. А вверх нет? Нет, судя по всему, нет. Почему вниз? Почему если психиатрическая клиника, то вниз в подвал? А если пещера, то вниз в пещеру? Почему не вверх? Боже, хоть бы оно не обвалилось. Хоть бы оно не обвалилось. Хоть бы оно не обвалилось. Пожалуйста. Хоть бы я нормально доехал. Хоть бы нормально. Хоть бы все хорошо. Но, кстати, работают, заметьте. Оу. Так. Ну, слава богу. А, и я могу еще вверх здесь подняться. То есть, все нормально, как бы. Надеюсь, мне не придется воз... Блин. Надеюсь, возвращаться мне не придется. Здесь ничего нету. Боже, жуткие пещеры-то. До чего, а? Вроде ж нет ничего. Вроде и не амнезия, и не аутласт. Но, как-то вот эта вот тишина, она заставляет думать, что, блин, сейчас как что-то случится. И понадобятся новые штаны. Серьезно. Если просто сейчас кто-то выпрыгнет, я просто кончусь. Просто возьму и кончусь. Был Дэк Браун и нет Дэк Брауна. Я буду заглядывать во все закоулки, во все щели. Буду везде шариться. Потому что я не хочу ничего пропустить. Вы знаете, я пройду вот эпизод какой-то, потом пойду, посмотрю, как другие люди проходят. Тупо столько пропускают там. Убийство не раскрыли. Ничего не нашли там. Знаешь, как-то я так смотрю, думаю, блин, так уж так можно. А оказывается, можно, да, вот так вот. То я хочу пройти. Найти, короче, абсолютно все, что только можно. И пока что, кстати, должен заметить, у нас все получается. Мы разгадали все убийства. Мы разгадали тайну секретной комнаты. Так. Ну, сказать, что мне здесь не нравится, это ничего не сказать. Ибо мне здесь очень не нравится. Стойка для кирки. Пусто. Одной кирки не хватает. Или кирка, или кирка, не знаю, как правильно. Да ладно, вы хотите сказать, что я здесь что-то должен увидеть? Ребят, знаете, если вы ничего не видите, вы не пайтесь, я тоже ничего не вижу. А, во! Торчит кирка в этом, в какой-то каменной ерунде. Окей. Пожалуйста, только бы здесь трупов не оказалось. Ну, вот, не хочу я здесь, в шахте, найти труп. Обычно, когда начинается сбор вот этого всего, то оно подразумевает же, чувак, здесь есть труп. И ты его сейчас найдешь. Так, ну, кирка явно в той стороне, но... Только не это, ну, я же просил, ну, пожалуйста. Пусто. Снаружи, замок сломан, жертва утонула посмертно, до смерти. Ну, нет, ну, я так не хотел обнаружить. Это мать Итана. Твою налево. Ну, я как, вот, чуяло мое серденько. Капец, ребята, ну... Еще один труп. Так, где-то здесь кирка должна быть. Блин. Где-то здесь. Ты что такое? Ты еще и ездишь? Так. Понял. Давай мы срезим. Я не знаю, куда я на этом должен буду ехать. Но, по крайней мере, оно работает. И, по крайней мере, тут завал, который вряд ли я пробью. Ну, пожалуйста, кирка, ну, будь здесь. Ну, тут завал, точно не проедем. Слушайте, у меня возникла мысль, а что если под этой вот мотовоской, не знаю, что это такое. Что если под ней что-то есть, ее надо просто отогнать назад и посмотреть еще под ней. До упора давай. А, то есть, все, да? Он настолько плавно сходит с этого всего дела, как будто бы оно там... Во-первых, освещение. Сойдет. Я все надеюсь увидеть здесь кирку, но я ее не вижу, к сожалению. На рельсах тоже ничего нет. Смысл тогда в этом всем. А должен быть какой-то смысл. Вижу, вижу тебя. Кирка в крови, не в крови, не вижу. Взять. И знаете, что я подумал? Может, все-таки этот... Блин, музыка, музыка, музыка нагнетает, что пипец. Просто там темно и страшно. Что если мы попробуем пробить все-таки этот завал? Просто если я пробью, я сейчас поеду налево, там сделаю круг и смогу потом на этом вот... Не знаю, как это назвать... Приспособлении проехать по вот этому всему темному туннелю. Пожалуйста, пробей. Давай, давай. Да! Я просто гений. Ну, себя хвалить, как бы, я понимаю, но... Но я доволен собой, честно. Ребята, клянусь, не смотрел прохождений. Ничего не смотрел, нигде не подсматривал. Даже не читал ничего. Заглушить, слезть. Мы сейчас кирку поставим. Супер! Я с собой доволен, честно. Так. Слушай, давай глянем, что у нас здесь. Тут, конечно, темно и страшно, но, как говорится... Ладно, ничего нету. Ха-ха, мурашки по спине. И давай сразу. Так. Да, 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 отлично. Так. Так. Так, отец взял кирку. Угу. Так, что-то это уже плохо как-то. Она стоит внутри, он снаружи. Угу. Хотя, с другой стороны, я мог бы сказать, что это все очень не очевидно, потому что то, что я мог предполагать очень раньше по касательно убийства, там, всего... Все было совершенно иначе. Да, вот, к примеру, мы думали, что там жертва, вот ей там по ногам проехались, а оказалось, что это хотели убить парня, короче, в итоге. Так, хронология. Это будет первое. Потом, значит, они пошли сюда. Кирки у него нет, он еще не взял, она зашла, он ее закрыл, утопил ее, а потом взял кирку и зачем-то пошел с киркой туда. Да, что он там, я без понятия. Так, пробуем. Другой он, наверное, убежал. Почему нет, зачем ему быть здесь? Дерьмо, скорее всего, это был енот. Нет, нет, я так не думаю. Он всего лишь ребенок, ничего он не тревожил. Он просто нашел какую-то комнату в старом доме и все. Сына, наш мальчик, я иду туда. Спящий должен быть, должно быть, не дремлет. До свидания. Закрыл. Вот так вот. Он не может сбежать, спящий скоро пробудется. Ты только послушай себя, мисси. Нет, я сновиду, спящий дышит внутри меня. Ты больна, все мы больны. Что ты делаешь? Дейл, что ты делаешь? Понятно, по-моему, понятно, что он делает. Дейл, что это? Сломал. Я хочу все исправить. Ну, оставил бы ее так. Зачем ты ее утопил? Дейл, ты жалкий трус. Выпусти меня. Я чувствую, как просыпается спящий. Спящий должен пробудиться. Спящий должен пробудиться. Спящий должен. Капец. Он тупо утопил жену. Нет, я, конечно, понял, что он спасал сына, но он убил жену. Так, куда? Куда ты нас ведешь? Куда, 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 куда? Где Матриса? А где мама? У меня показалось, что я слышал ее голос. Она все еще ищет тебя. Тебе надо уходить. Иди. Там, через воду, выглядит так, как всего лишь химическая реакция, она не кипит. Трэвис. Трэвис еще жив был на этот момент. Я задержу твоего брата. Беги, сейчас же. Это просто забей. Отвечаю. Он не убивал свою жену. Она уже не являлась такой, кем была раньше. Что-то использовало всю эту большую семью. И становилось сильнее. Вау. Ребят, я думаю, на этой ноте мы закончим эту серию. Она, наверное, была не такой длинной, как предыдущая. Но! Мы раскрыли еще одну тайну. Мы движемся по сюжету. Все отлично. Спасибо, что были со мной. И ждите продолжения. Подписывайтесь на канал, если были здесь впервые. Ставьте лайки. Больше лайков, больше желания делать классные видео. И добро пожаловать также в группу ВКонтакте. Там масса интересной информации. Так что буду вас там ждать. Ссылочка на группу в описании под этим видео. Удачи, ребята. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok